Ремонт дороги на улице Блюхера начался в 2018 году. Подрядчик гарантировал новому покрытию долгую жизнь. Но щебеночно-мастичный асфальтобетон, который так хвалили укладчики, не выдержал испытания. Кочки, ямки вот эти. Подвеску, конечно, портит со временем, если так ездить часто. Ну вот смотрите, от Рылеева, от Перекрестка, собственно, вот, до Пенсионного фонда, выбоины очень большие. То есть покрытие оставляет желать лучшего, глубокие. Явно не по ГОСТу. Разбитое все. Прям неприятно ездить. Хотя делают каждый год. Ну, смотрите, вот я живу, например, на Старо-Уфимском тракте, там, в частном доме. 20 лет назад уже положили асфальтовое покрытие, и оно целое. Почему так нельзя сделать на всех дорогах, на всех улицах? Работает-то кто? Вы сами понимаете, кто работает. Вот поэтому так, наверное, и получается. В Комитете дорожного хозяйства Челябинска прокомментировали ситуацию. Разрушению дорожного полотна способствуют многочисленные перепады температуры, атмосферные осадки, осадки грунта с последующим появлением трещин и провалов основания из-за локальной природной либо искусственной создаваемой водонасыщенности подземных слоев, появление которых зачастую невозможно учесть при проектировании осадки грунта, а затем и появление дефектов основания из-за протечек, вода и теплоснабжения и канализации, разрушение конструкции дороги, происходящей при прокладке средств связи, энергоснабжения при устранении аварий, на коммуникациях, отсутствие контроля за восстановлением конструкции дорог после этих работ. Также Комитет дорожного хозяйства города заверил, в рамках муниципальной программы развития дорожного хозяйства в городе Челябинске планируется провести ремонт улицы Блюхера от улицы Салтыкова до Кузнецова. Сроки выполнения работ будут определены при выделении необходимого объема бюджетного финансирования.